МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24, в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На передовой науке в Доме учёных прошла конференция, посвящённая фотонным компьютерам. С 25 октября в области вводят нерабочие дни, что закрывается, а что продолжит функционировать. Воспитанница детской школы искусства стала лауреатом международных конкурсов. Далее расскажем обо всём подробно. Нерабочие дни в Нижегородской области продлятся с 25 октября по 7 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Как пояснил глава региона, решение принято, прежде всего, исходя из ситуации в региональной системе здравоохранения. Сейчас в области развернуто более 9100 коек для лечения больных с коронавирусом. Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального Минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в лёгкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело и, как правило, нуждаются в госпитализации. Растёт число пациентов на кислороде и ИВЛ, всё больше летальных исходов. В таких условиях мы не можем рисковать жизнями людей, не можем допустить, чтобы граждане оставались без квалифицированной медицинской помощи. Это сложное, но необходимое решение, сказал Глеб Никитин. Согласно указу, в период нерабочих дней с охранением заработной платы многие организации приостанавливают свою деятельность. Массовые мероприятия не проводятся. При этом могут продолжать работать. Непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания населения, органы государственной власти и местного самоуправления, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости. С полным перечнем работающих организаций можно познакомиться в указе. Прежде всего, это системообразующие компании и предприятие непрерывного цикла. По сути, все наши базовые отрасли экономики, в частности промышленности стройка, продолжат работать. Будут открыты музеи и организации для занятий спортом. Но допуск людей будет осуществляться исключительно по QR-кодам или мультипассам. Руководители обязаны обеспечить проверку QR-кодов и подготовить сотрудников. Все факты о нарушениях будут тщательно проверяться, сказал губернатор. На период нерабочих дней в школах устанавливают каникулы, а учреждения дополнительного образования смогут работать только дистанционно. При этом маленькие спортсмены продолжат тренироваться, чтобы не терять форму. В детских сходах водятся дежурные группы. К сожалению, по данным медиков, несовершеннолетние сейчас могут принести вирус домой или сильно болеть сами. Прошу родителей как можно бережнее относиться к своим детям, пока нет возможности защитить их вакциной, подчеркнул Глеб Никитин. Начиная с 25 октября, МФЦН территории Нижегородской области работает только по предварительной записи. Беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции, избегая посещения массовых мероприятий и ряда организаций. А для беременных продолжает действовать норма, согласно которой при невозможности их перевода на дистанционный режим работы работодатель должен отправить беременную сотрудницу в простой с оплатой, согласно Трудовому кодексу. Призываю всех жителей региона максимально сознательно подойти к двум ближайшим неделям. Это время нужно и для того, чтобы разорвать цепочки распространения вируса и снизить нагрузку на наших медиков. Лучшим решением будет провести это время в кругу семьи, не ходить в гости, не посещать любые людные места. Если вам нужно сходить за продуктами или воспользоваться общественным транспортом, обязательно используйте маску. Сейчас будут дополнительно усилены проверки соблюдения этих требований. Призываю всех, кто до сих пор не вакцинировался, сделайте прививку в ближайшее время, не испытывайте судьбу. Нерабочие дни дают возможность сделать это в спокойном режиме, а в регионе достаточный запас вакцины. Речь идет о благополучии всего нашего общества, отметил Глеб Никитин. После окончания нерабочих дней посещать практически все объекты с массовым пребыванием людей, фитнес-центр, бассейн, спортивные клубы, кинотеатры, салоны красоты, кафе, рестораны и прочее можно только с QR-кодом. В Доме ученых прошла конференция по фотонным компьютерам. Свои доклады представили ведущие ученые Ядерного центра, Института Франца, Марского национального исследовательского университета имени Академика Королева, НИЦ Супер-ЭВ и нейрокомпьютеров, МГУ имени Ломоносова, других вузов и организаций. Подробности далее. Первая научная конференция, посвященная фотонным компьютерам, прошла в Орфеадсвнеев под эгидой создаваемого в Сарове Национального центра физики и математики. К нам в город приехали представители 14 российских организаций и предприятий, занимающихся исследованиями по заявленной тематике. Фотонные компьютеры – актуальный вопрос в научной среде. Мир переходит от электроники к фотонике, когда требуются большие высокопроизводительные компьютеры и серьезные вычисления. Фотонные машины призваны заменить классические электронные машины, вычислительные, поскольку они уже подходят к пределу своей производительности. Соответственно, мы считаем, что будущее возможно за фотонными машинами. И сегодня как раз решается вопрос кооперации, как ведущие предприятия и научные организации России будут взаимодействовать для создания такой машины. На самом деле, если это удастся, это будет большой прорыв. В мире такие машины, которые используются, реально еще не созданы. То здесь Россия, можно сказать, идет на острие мировой науки. Понятно, что уже классические методы, они не справляются с задачами, которые ставят перед искусственным интеллектом. Поэтому нужно переходить к приборным, к новым приборным парадигмам в искусственном интеллекте. Это вот как раз фотонные вычисления. Безусловно, такие мероприятия необходимо проводить. И интересно то, что уже такие специфические города начинают принимать участие. Это говорит о том, что, в общем, интерес действительно большой и необходима нашей стране. Фотоном-компьютером посвящен один из больших проектов программы Национального центра физики и математики, которая сейчас создается в нашем городе. К нему привлечено большое внимание, и чтобы организовать работу по этому проекту, и проходит конференция. Доклады, которые представляли участники конференции, были посвящены кибербезопасности и искусственному интеллекту, применению нанофотоники для оптических вычислений, разным подходам для решения задачи развития как компонентной базы, так и вычислений средств программирования фотонных компьютеров. Рафиат Снеев также представил свои исследования. У нас непосредственно в УТМФ разрабатываются логические элементы для будущего вычислителя. Есть уже два патента, есть несколько научных публикаций в признанных журналах, то есть работы ведутся. Но, конечно, это только самое-самое начало. Подводя итоги конференции, научный руководитель Рафиат Снеев Вячеслав Соловьев отметил высокий уровень представленных докладов и поставил задачу сформулировать предложения по тем проектам, которые будут реализовывать в рамках НСФМ. Какие-то вечерние задачи, которые мы должны с вами как бы обозначить и двигаться в этом направлении. Дальше хотелось бы сказать, что такая конференция, эта площадка, наверное, нам дают сделать традиционной, чтобы ежегодно подходить итоги, итоги нашей работы, слушать, что делается организация, которая сегодня здесь представлена, достойно представлена. Вице-директор Объединенного института ядерных исследований, председатель НТС НСФМ, академик РАН Борис Шарков поддержал предложение сделать конференцию ежегодной. Он отметил, что НСФМ стал магнитом и фокусом деятельности по ряду направлений и местом прорывной науки, технологий и инноваций. И на этой конференции сделан первый шаг в этом направлении. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. На региональных порталах госуслуг появятся новые сервисы. Среди них учат граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых под участком застройки. Экспертиза условий труда, аккредитация частных агентств занятости. Это упростит взаимодействие граждан с госорганами по ряду направлений. Сделает региональные порталы еще более удобными. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская область поднялась на 10 позиций в рейтинге управления качеством образования. Регион занял 11-12 место. В 2020 году он находился на 21-22 месте. По данным регионального Минобора, в 2019 году регион был на 62-м месте среди всех субъектов Российской Федерации. Оценка региональных механизмов управления качеством образования проводится по инициативе Рособоронадзора ежегодно с 2019 года. Оценивали регионы по 8 направлениям. Система оценки качества подготовки обучающихся, система работы со школами с низкими результатами обучения, система выявления и поддержки развития способностей и талантов у детей и молодежи, система работы по самоопределению профессиональной ориентации, система оценки эффективности руководителей образовательных организаций, система обеспечения профессионального развития педагогов, система организации воспитания обучающихся и система мониторинга качества дошкольного образования. Нижегородская область вошла в топ-5 лидеров эко-челленджа в поддержку федеральной экологической акции «Сохраним лес». Ее реализуют в рамках нацпроекта «Экология». Впервые всероссийская акция «Сохраним лес» прошла в регионе в 2019 году. За два года сотрудники лесничеств совместно с волонтерами высадили более 500 тысяч деревьев, а в России 80 миллионов. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Цель этого года – посадить рекордные 70 миллионов деревьев в поддержку наиболее пострадавших от лесных пожаров регионов, сообщили в Минлесхозе. Всероссийская перепись населения будет проходить в обычном режиме. Переписчики продолжат обходить домовладения. Однако меры защиты от вируса как их самих, так и населения будут усилены. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата. Всех переписчиков будут снабжать средствами индивидуальной защиты на регулярной основе. Также будет развернуто регулярное тестирование участников на ковид. Его частоту предстоит определить Роспотребнадзору. Гражданам при этом напоминают, что самый безопасный способ пройти перепись – это заполнить переписной лист на портале госуслуг. Согласно постановлению правительства, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг, мои документы. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая, 2 до 31 декабря 2022 года. Воспитанница детской школы искусства Ангелина Пламенова стала лауреатом сразу нескольких международных конкурсов. В награду Саровчанка получила диплом и сертификат на публикацию статьи в музыкальном каландайке и приглашение на галоконцерт в Москву. Подробности далее. За последние два года Ангелина Пламенова посетила более 70 музыкальных конкурсов и фестивалей российского и европейского уровня. Девочка уже добилась больших высот в музыке. В августе на конкурсе во Франции юная пианистка завоевала диплом лауреата второй степени. В сентябре Ангелина стала лауреатом первой степени в Москве, а в этом месяце стали известны результаты конкурса в Финляндии. Ангелина стала победителем в номинации фортепиано «Соло». Мне хочется стать популярной очень, ну, мне хочется, чтобы меня знали во всей школе, но не только. В общем, добиваюсь всего, пытаюсь. Учу Баха трехголосную инвенцию «Си минор», Моцарта «Сонато до мажор», «Жаворонка времена года» Чайковского и «Русскую пляску». В последнее время многие музыкальные конкурсы проходят дистанционно. Видеоисполнение – это огромный труд, тем более на таких серьезных и больших конкурсах. Приходится нелегко как самому исполнителю, так и преподавателю. Сказывается и волнение, и присутствие камеры. Но талант Ангелины превосходит все трудности. Конечно, это упорный труд и педагога, и ученицы, прежде всего, и не только, а также и ее родители, и даже здесь и бабушка с дедушкой участвуют. Только в таком тандеме можно добиться хороших результатов. Когда все направлено на то, чтобы ребенок любил музыку, занимался как следует, тогда возможны победы. Сейчас Ангелина Пламенова готовится к следующему большому музыкальному конкурсу, который пройдет в нашем городе. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус это всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 22 по 24 октября там проходит медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку в течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Пирга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Их вы тоже найдете на выставке меда. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 22 по 24 октября с 10 до 17 часов. Субтитры подогнал «Симон»!